Добрый вечер, это новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. У нас вот такое подвешенное состояние. Непонятно, куда детей в школу пристраивать. Новый учебный год. Где детям придется ездить не только во вторую, но и в третью смену, либо далеко ездить из-за того, что ближайшая школа все еще на реконструкции. Как собираются исправлять ситуацию власти и что думают наши зрители голосования в прямом эфире. Куда ты денешься? Что ты будешь меньше заправлять? Бензин вновь подорожал. Ценники за последний месяц сменили несколько крупных сетей АЗС. Разные виды топлива прибавили в цене от 15 копеек до 5 рублей. Бывшего замминистра обороны Павла Попова задержали по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, за счет бюджета на строительство парка «Патриот» Попов параллельно обустраивал свой загородный участок и не только. Успеть повернуть за 10 секунд. Автомобилисты жалуются на слишком короткую стрелку на светофоре на Красрабе. Рубрика «Говори на ТВК». Бензин снова подорожал в красноярские ценники. За последний месяц сменили несколько крупных сетей АЗС. Одни виды топлива прибавили в цене от 15 копеек до 1 рубля, а другие подорожали сразу на 5. Так, на АЗС 25 часов литра 92-го стал дороже на 50 копеек и теперь стоит 53,90. АИ-95 на этой же заправке обойдется в 59 рублей 90 копеек. Он прибавил в цене сразу 3,5 рубля. 98-й бензин подорожал почти на 6 рублей. За литры придется отдать 79 рублей 90 копеек. На заправках КНП 92-й бензин стоит 54,40. Это на 1 рубль и 10 копеек больше, чем месяцем раньше. АИ-95 подорожал на 1,5 рубля. Литр топлива обойдется в 62 рубля и 40 копеек. 98-й стал дороже почти на 4,5 рубля и теперь стоит 86,90. Ценники поменяли и на заправках сети «Роснефть». Литр 92-го здесь подорожал на 15 копеек, его цена 51,45. 95-й бензин прибавил 10 копеек и теперь стоит 54,55. А премиальный сотый бензин подорожал сразу на 4 рубля. За литр топлива придется заплатить 78 рублей и 85 копеек. Водители рост цен возмущает, но вместе с тем они признаются, что к подорожаниям давно привыкли. Разъездная работа очень сильная и очень, конечно, влияет. Раньше мы могли там, допустим, на 500 рублей заправиться и как-то, допустим, сети куда-то возить, на работу ездить. Сейчас это 1000 как минимум, да и 2000 в день. Не в день, а в неделю. Конечно, бьет по карманам, куда деваться. Получается уже 54,40, да, 92-й. Не так давно был 53,50 где-то примерно сколько. Ну, неделю рубль. Рублей на 100, ну, получается дороже. И каждую неделю по 100 рублей. Мы удивлен как минимум, как максимум, кто возмущел. В целом, когда ездишь просто на заправку, заезжаешь, видно, что цены меняются. То есть, если сравнивать, допустим, 10 лет назад и сейчас, то индексация очень большая произошла за это время. Все равно заправляешься. Я приезжаю, все-таки заправляю определенное количество литров и все. Куда ты денешься? Что, ты будешь меньше заправлять? Тем временем, экономисты спешат успокоить россиян. Эксперты напоминают, рост цен сезонный. И если сравнивать их с прошлогодними, все не так драматично. Если проанализировать цен на бензин, да, вчера на биржевых торгах на Санкт-Петербургской товарно-серевой бирже цены достигли там с самого пика, да, и 58 тысяч 448 за тонну. Но если мы посмотрим на цены прошлого года, в сентябре, то эта цена была около 70 тысяч, поэтому 70 тысяч 446. Соответственно, если смотреть как бы в динамике за год, то это все-таки сезонный фактор. Здесь еще можно добавить, что многие нефтеперерабатывающие заводы, МПЗ, да, они тоже находятся на ремонте. И в этом случае, соответственно, это тоже определенно влияет. В правительстве намерены стабилизировать цены. На топливо 14 августа власти продлили запрет на экспорт российского бензина до конца года. Более 140 тысяч учеников сядут за парты в новом учебном году. И большинство из них встретит День знаний не в стенах своей родной школы. Все из-за переполненных учебных заведений. Родители жалуются, детям придется учиться не только во второй, но даже в третью смену. Кому-то нужно будет ездить очень далеко от дома из-за реконструкции своей школы. Как собираются исправлять ситуацию власти, разбиралась Надежда Шепенева. Строится много домов, а детям идти некуда просто, абсолютно некуда. Светлана Котикова, жительница взлетки. Как и все родители школьников, готовятся к новому учебному году. Но уже два года женщине приходится водить двух своих сыновей в другую школу. Их сейчас закрыто на ремонт. Если один еще не успел попасть под распределение, второму школьнику 11 лет повезло меньше. Речь идет о школе номер 70 на аэровокзальной 4Г. Некогда работающее учреждение теперь больше походит на свалку. По словам Светланы, в новой школе номер 66 на партизана Железняка не хватает мест. Она не такая просторная, да и мальчикам теперь далековато идти. А все началось еще в 2020 году, когда родители получили тревожное сообщение. В первый класс мы полностью отучились здесь. Во втором классе, когда уже надо было, то есть они учились. И в середине четверти где-то всем просто пришли смс, что школа аварийная, что ее срочно закрывают и нас перемещают в другую школу. Естественно, так как первые классы всегда учатся в первую смену, потому что это малыши, во вторую смену попадают, допустим, четвертые классы, третьи классы. То есть это не всегда удобно. Вторая смена до 18-10. Есть красноярцы, которым до школьной поры еще далеко. Но их уже тревожит вопрос, куда вести ребенка, если все переполнено. Такими переживаниями делится красноярка Наталья Копеева, которая живет рядом с той же школой номер 70. Ее ребенку только 5 лет, но задумываться о будущем обучении женщина начала уже сейчас. 66-я переполнена, 149-я тоже переполнена. Говорят, что родители, у которых дети ходят в эти школы, они говорят, что дети учатся в 2-3 смены, что не хватает учителей, то есть нагрузка очень высокая, отказывают в продленках, ставят уроки, которые числятся просто фиктивно, то есть по факту просто не хватает времени, не хватает ресурсов, чтобы эти уроки проводить. У нас вот такое подвешенное состояние, непонятно, куда детей в школу пристраивать в этом районе. То есть это в любом случае придется куда-то возить. В управлении образования новостям ТВК рассказали, что 70-я школа на капитальном ремонте. Работы провести должны до 2027 года. Однако жители Аэровокзальной в это не верят. По словам родителей, еще в 2023 году в мэрии им пообещали закончить ремонт в 2025. И если здесь известны хоть какие-то сроки, то со школой номер 76 на 60 лет октября ситуация сложнее. Еще одна закрытая школа находится на правом берегу под номером 76. Ее два года назад закрыли на реконструкцию. Родители жалуются, что теперь детям придется учиться не только во вторую, но и в третью смены. При этом красноярцы считают, что большинство классов не успеет закончить свою родную 76-ю школу. О проблемах, которые принес с собой ремонт в 76-й школе, красноярцы делятся и в социальных сетях ТВК. Вот что говорят родители будущих учеников 92-й школы. Туда-то и перевели школьников. Да, учат в три смены 92-я. Из-за одной школы, которая второй год на ремонте – это просто кошмар. 76-ю закрыли на вечный ремонт. Мы, наверное, в тесноте проучимся в 92-й. Школа 76 на ремонте. В результате второй год школы под одной крышей. Уроки сокращенные по четыре урока. Мы так учились в первом и втором классе только. Самое печальное – за прошедший год даже не приступили к ремонту закрытой школы. В управлении образования сообщают, что в школе идет не капитальный ремонт, а реконструкция. Это, по словам специалистов, сложнее. Из-за старого фундамента рабочим нужно провести гидрологическое исследование. И, как заявляют в управлении, в Красноярске такой практике, как глубокий анализ, в уже построенных зданиях нет. Поэтому сроки окончания работ неизвестны. Тем временем в прокуратуре рассказали, что на данный момент школы в Красноярске переполнены на 20%. Еще в том году суд обязал мэрию за три года создать почти 12 тысяч дополнительных мест в школах. Сейчас есть только 5,5 тысяч. А пока мэрия и специалисты ищут пути решения, родителям придется искать силы и настраиваться на новый учебный год. Надежда Шепенева, Вячеслав Кебиков, Новости ТВК. Сегодня в прямом эфире проводим голосование и спрашиваем вас, наших зрителей. А как, по-вашему, можно решить проблему с нехваткой мест в школах? Если вы считаете, что в городе нужно строить больше образовательных учреждений, звоните 8 800 350 57 82. Если думаете, что мест не хватает из-за закрытых на ремонт школ и работы в них нужно делать не во время учебного года, номер для вас 8 800 350 57 83. Если же, по-вашему, нужно снижать темпы строительства жилья, чтобы застройщики успевали возводить школы в новых микрорайонах, набирайте 8 800 350 57 84. Также проголосовать можно в нашей группе во Вконтакте. Итоги подведем в конце выпуска. Утром уборка, днем проверка. Мэр Красноярска Владислав Логинов посетил сквер Казачий и оценил работы по благоустройству. Как пространство готовили к приезду главы города и как прошел его визит в репортаже Арианы Тимпелиной. 10 утра, четверг, сквер Казачий. Сотрудники управления зеленого строительства собирают мусор, пылесосят дорожки, граблями собирают траву. Такую массовую уборку здесь можно увидеть нечасто, будто работники готовятся к важному событию. За кадром признаются, мэр приедет. Поэтому они так стараются. А здесь вы сейчас? Я здесь на работе. Убор приедет. А, мэр приедет. Говорили, что показывал. Вот и все, вылизываю. Здравствуйте. 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 В полдень мэр приехал в сквер на Водопьянова. Здесь его уже ждут жители ближайших домов и глава советского района Елена Ланина. С чиновницей глава города обсуждают готовность казачьего сквера. Идут к спортивной площадке и детским батутам. Они хоть и новые, но уже дырявые. Красноярцы, которых мэрия навстречу не приглашала, решаются тоже высказаться о проблемах сквера. Людей беспокоят мусор и переполненные баки. Мэр реагирует на это поручением ответственным людям. Всегда здесь грязно. А сегодня-то с утра сколько машин приедет? Грязно где в сквере? Здесь, конечно. А что грязного здесь? Мусор не убирает. Мусор не убирает. Мусор не убирает. Да, вон там мусорница вообще. Ничего, я думаю, здесь и снова будет мусор. А какая периодичность? Сейчас кто садет? Сейчас УЗС. УЗС. А какая периодичность? Ломаются вот эти все. О благоустройстве казачьего сквера начали говорить еще в 2016 году. Тогда здесь хотели просто убрать мусор, железобетонные конструкции и навести порядок. Но решили все-таки пустырь благоустроить. Понадобилось, правда, ни много ни мало 8 лет. Работы разбили на три этапа. Первый прошел в 2022 году. Тогда в казачьем обустроили первые пешеходные дорожки и тропинки. Установили лавочки, высадили кустарники, смонтировали освещение. На втором этапе в 2023 году установили спортивную и детскую площадки, а также площадку для выгула собак и зону с тренажерами. Жители изменениями, конечно, довольны, но есть и свои минусы. Я подъехал с той стороны, а с водопьяного там невозможно подойти. С одной стороны, вот здесь у нас ремонт идет, я не трогаю даже. А одна сторона, где пешеходный переход, там круто. Вот сейчас мы проверяли, вот это расстояние, допустим, очень узкое. Для людей с широкими плечами еле как помещается. Но скоро людей с широкими плечами станет больше, когда в казачьем появится бассейн. Это третий этап благоустройства. Он идет сейчас. Часть сквера могут отдать под парковку спорткомплекса. Но глава города успокаивает. Все решит мнение жителей. Если кто-то из вас помнит, что здесь было раньше, какой здесь был рынок, и вообще, что за среда здесь была сформирована. И вот перейти от такого события, когда нужно было освободить от объектов частной собственности, от объектов, от временных сооружений, и перейти вот к тому, что находится сегодня, это большая не только физическая работа, но и юридическая. В правовом поле пришлось много чего сделать. Поэтому много было желающих для того, чтобы здесь построить торговый центр. Чего здесь только не планировалось. Но на самом деле, я думаю, что самое главное, что то, что хотели жители на сегодняшний момент, мы уже заканчиваем. Но кажется, что до конца еще далеко. В апреле мэр заявлял, комплекс могут успеть построить к концу 2024-го. Но настройплощадки утверждают, в этом году соберут только коробку здания. Затем сделают ремонт, обустроят залы, проведут воду и свет. Нет, предварительный срок – лето 2025-го года. Но успеют ли? А пока мы видим только два этажа из трех, сквозные проходы и забор с изображением будущего комплекса. Ариана Тимпелина, Владимир Антонов, Новости ТВК. Далее прервемся на рекламу. Если вы хотите узнавать новости в течение дня, подписывайтесь на наш телеграм-канал ТВК Нью. Там мы публикуем самые важные и срочные. Новости обновляются каждые 10-15 минут. ТВК Нью. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе. Суд Парижа освободил Павла Дурова под залог. Бизнесмены поместили под судебный надзор с залогом в 5 миллионов евро. Какие перспективы? Как рассчитывают время для сигналов светофора и почему поворотная стрелка горит всего 10 секунд? Рубрика «Говори на ТВК». Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. Напоминаю, что в течение этого эфира проводим голосование про школы. Что же нужно делать, как решить проблему с нехваткой мест в школах Красноярска? 20% дефицит. И вот какие предварительные результаты в ходе опроса наших зрителей в голосование. Нужно строить больше школ, считают 46% проголосовавших. Ремонтировать школы вне учебного процесса. 11% голосов за это. И 43% говорят о том, что нужно уменьшать плотность застройки, чтобы строители успевали построить объекты инфраструктуры, школы в том числе. Голосование проходит и в нашей группе во Вконтакте. Можете продолжать голосовать. В конце выпуска подведем итоги. Ну а сейчас к другим темам. Депутаты городского совета поддержали проект глобального КРТ, так называемого. Документ обсудили на комиссии по градостроительной политике. Изначально проект предполагал, что под программу комплексного развития территории отдадут пятую часть города. 7700 гектаров земли. После бурных обсуждений в СМИ и публичных слушаний карту пересмотрели. Теперь, как заявляют в мэрии, реальная площадь участков, попадающих под глобальное КРТ, составит 2200 гектаров. Это около 6% от всей территории города. В администрацию утверждают, что проект пересмотрели и согласовали совместно с надзорными органами. У прокуратуры доработанный вариант вопросов не вызвал. Окончательно утвердить план намерены в сентябре на сессии горсовета. Выбросы котельной ЭВРЗ снизят на треть в следующем году. Об этом заявил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. Он рассказал, что ведомству наконец удалось добиться изменений в схеме теплоснабжения города. Частный сектор, который отапливает котельные заводы, по плану подключат к ТЭЦ-2. Изначально сделать это рассчитывали к 2033 году, но теперь схему хотят внедрить уже в 2025. На заводе отключат один из трех котлов. На оставшихся планируют провести экологическую модернизацию. На выбросы ЭВРЗ жители железнодорожного района жалуются не первый год. Прошлой весной чиновники Минэкологии запретили заводу работать в период действия режима «Черного неба». Бывшего замминистра обороны Павла Попова задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Следственный комитет. И это третий бывший заместитель Шойгу, задержанный за полгода. По данным следователей, за счет бюджета, выделенного на строительство парка «Патриот» в Москве, Попов параллельно обустраивал свой загородный участок. Кроме того, экс-чиновник принуждал руководителей коммерческих организаций бесплатно ремонтировать ему жилье. Попову грозит до 10 лет лишения свободы. Напомню, задержание в рядах Минобороны началось еще в апреле. Тогда арестовали заместителя министра обороны Тимура Иванова. Следующим задержали Юрия Кузнецова, начальника Главного управления кадров, и бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, Вадима Шамарина, замначальника генштаба Владимира Вертелецкого, офицера департамента по обеспечению госзаказа. 26 июля арестовали бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Кроме того, по делу у парки «Патриот» проходит его директор Вячеслав Ахмедов и замначальник управления министерства обороны Владимир Шестеров. Напомню, бывшего министра обороны Сергея Шойгу сняли с поста 12 мая и перевели в Совет Безопасности. На его месте в Минобороны назначен экономист Андрей Белоусов. Контрактник и его друг похитили двух человек в Красноярском крае. Но жертвам удалось сбежать. Об этом сообщили в Красноярском гарнизонном военном суде. Все случилось в марте 2024 года. Рядовой, проходивший военную службу, выпивал со своим другом в одном из поселков Балактинского района. Во время застолья друзья договорились похитить двоих человек и вывезти их в другую деревню. Оба испытывали неприязнь к своим жертвам. В тот же день военные с приятелем приехали на приорик дома потерпевших, избили одного из них и поместили в багажник машины. После этого поехали искать вторую жертву. Нашли, избили и забрали с собой. Во время похищения первой жертве удалось выбраться из багажника. Второму потерпевшему позже также удалось сбежать. Военный суд приговорил контрактника и его друга к шести с половиной годам колонии строгого режима. А приору, на которой они передвигались, забрали в собственность государства. Суд Парижа освободил Павла Дурова под залог. Об этом сообщают в пресс-релизе прокурора республики. Бизнесмена поместили под судебный надзор с залогом в 5 миллионов евро. Кроме того, теперь Дуров не может покидать территорию Франции и обязан появляться в полиции дважды в неделю. Следственный судья в Париже предъявил обвинение основателю Телеграм 28 августа. Среди них соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций. А также отказ в предоставлении по запросу полномоченных органов информации или документов. А также отмывание денег и другие преступления. Только за одной из них Павлу Дурову грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере полумиллиона евро. Напомню, бизнесмена задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Успеть повернуть любой ценой. Именно с таким девизом водители проезжают к своим домам на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Автомобилисты рассказывают, стрелка горит всего 10 секунд. Что на это отвечают в мэрии? Разбираемся прямо сейчас в рубрике «Говори на ТВК». Всем привет! Это «Говори на ТВК» – место, где вас слышат. Здесь мы с красноярцами каждую неделю говорим о городских проблемах, которые их беспокоят. Вместе ищем ответы и ответственных. Присоединиться к нашему разговору легче, чем вы думаете. Снимите видео, расскажите о том, что накипело и присылайте в любые социальные сети ТВК. Но мы сделаем так, чтобы вас услышали. Мы даже не можем заехать к себе во двор. Мы живем в доме, мы не можем сюда даже повернуть. Мы не успеваем. Поменяйте, пожалуйста, сделайте обратно, как все было. Ремонт на «Красрабе» закончился, а возмущения водителей после него, кажется, только начинаются. Повернуть с красноярского рабочего на нефтебазу – теперь миссия не из легких, говорит наша зрительница. Все дело в том, что после ремонта значительно сократили время, которое горит секция дополнительного поворота. Поворот действует меньше 10 секунд. За это время успевают проехать 2, максимум 3 машины уже на красный свет. Можно что-то предпринять и что-то поменять. С этим вопросом мы обратились в управление дорог. Вот что там ответили. После ремонта дорожного контроллера проводилась настройка оборудования. Сейчас режим работы светофоров откорректирован. Время горения стрелки увеличено. Ну вот так уже люди как-то сами спасают себя, рискуя своим вообще здоровьем и жизнью. Массовая авария случилась по дороге в аэропорт 26 августа. Все из-за незавершенного дорожного ремонта. Недалеко от старого поста ГАИ дорожники полосами отфрезеровали асфальт. Как итог, 6 машин, которые влетели в ямы на скорости и оставили свои колеса. Сотрудников ГАИ дождались не все, поэтому в пресс-службе нам подтвердили только два ДТП. И вы сейчас, наверное, спросите про знак, который должен был предупреждать о ремонтных работах. Очевидцы говорят, знак был, но его снесло ветром. Иначе больше бед, не больше, не меньше. 6 машин впереди, в том числе наши. Тут страх творится божий. Мы задали вопросы в управление дорог Енисей. Там нам ответили. Ямочный ремонт на этом участке выполняла компания Крайдео. А все предупреждающие знаки были выставлены по ГОСТам. Первый раз вижу, чтобы в лекарстве были червяки. Он там шевелится, живет. Наша зрительница купила магний на стойке с лекарствами в супермаркете. И каково было удивление женщины, когда она увидела червяка в упаковке. При этом срок годности препарата до 2025 года. Нету никаких повреждений на стандарте. Сам факт. Откуда он появился? Если вы обнаружили насекомое или личинку в продуктах или лекарствах, обязательно обратитесь в Роспотребнадзор. Специалисты помогут вернуть деньги, возместить ущерб и привлечь продавца к ответственности. На последок по традиции добрые городские новости. На церрибе все как в сказке. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Снимают эту красоту, такой туман. А тут вон кто сидит. Белочка на такой высоте. Орешки, тучки, шишку. Белочка. На сегодня это все, а мы ждем ваших историй. Не оставайтесь равнодушными к городским проблемам, но не забывайте делиться и добрыми историями. Мы выслушаем каждого. Говоря о важном на ТВК. До встречи. В Красноярске временно сузят улицу Качинская. Какого участка коснутся ограничения, подробнее об этом. И не только в рубрике «Новости коротко». На участке улицы Качинской в Красноярске временно сузят проезжую часть. Об этом сообщили в мэрии. Изменения затронут 50-метровый отрезок в районе дома номер 20. Там специалисты будут переустраивать пешеходный переход. Ограничения будут действовать с 8 часов утра 30 августа до 8 вечера 3 сентября. Из Китая в Красноярск привезли более 4 тонн зараженных вредителем нектаринов и киви. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. На продукции нашли признаки заражения тутовой щитовкой. Карантинный вредитель ослабляет растения, способствует снижению урожайности и активности развития, а также приводит к постепенной их гибели. Для человека он не опасен, поэтому всю привезенную продукцию разрешили выпустить в продажу. Ведомстве отметили, что тутовая щитовка представляет низкий фитосанитарный риск. Красноярка посадила ребенка в багажник и поехала. Видео опубликовали очевидцы. На кадрах женщина укладывает вещи в багажник, а в то, где сидит ребенок. Затем она закрывает дверь, садится в машину и начинает движение. С ребенком в багажник и поехала, нет? Собаку перевозит. Молодец какая. В ГАИ новостям ТВК сообщили, что пока женщину не нашли. Предварительно ей грозит штраф в 3000 рублей и встреча с органами ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции привлекли к административной ответственности мужчину на электросамокате, который перевозил своего ребенка на спине. Нарушителю грозит штраф в размере 800 рублей. Это новости ТВК. Если вы сейчас смотрите этот выпуск на Ютубе, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Это важно не только нам, но и алгоритмам Ютуба. Так ролик смогут увидеть еще больше людей, а нам это поможет снимать новые проекты, выпуски новостей и сюжеты. Национальный сундук для невесты или сугубо мужской для инструментов. Коллекция уникальных сундуков в Краевеческом музее поселка Балахта. Что делать, если соседи разбили окна на этаже и не хотят их восстанавливать? Рубрика «Вопросы ЖКХ». Вы смотрите новости на телеканале ТВК. Наш телефон 200-065. И мы продолжаем выпуск. Напоминаю, что в течение этого эфира мы проводим голосование и спрашиваем наших зрителей, как же решить проблему с нехваткой мест в школах Красноярска. Предварительные итоги такие. 46% считают, что нужно просто строить больше школ. Очевидно. 9% считают, что нужно ремонтировать школы вне учебного процесса. И 45% считают, что нужно уменьшить плотность застройки, чтобы успевали застройщики строить и школы тоже. Голосование продолжается. В завершении выпуска подведем итоги. А мы продолжаем выпуск. Национальный сундук для невесты или сугубо мужской для инструментов. Сегодня в рубрике Натальи Кечиной «Хобики» о коллекции уникальных сундуков, которые собрали в Краеведческом музее поселка Балахта. Сундук очень красивый, очень мощный. Вот то, что они успели схватить во время депортации, благодаря тому, что ручки с обеих сторон были, очень тяжелый, конечно, сундук. Это один из самых последних появившихся в Краеведческом музее Балахты экспонатов сундуков. Дар семьи Гофманов – потомков павловских немцев, депортированных после начала войны. В этом, кажется, неподнимаемом сундуке 70 лет назад семья привезла на новое место жилистов Балахтинский район все, что смогли увезти. В Краеведческом музее Балахты уже целая коллекция сундуков, по которым можно составить представление о многонациональности здешнего населения. Помещение, стилизованное под комнату прошлого века, украшает Чуашский сундук. Его подарили Чуаши, которые в большом количестве проживали в деревне Большие Сыры Балахтинского района. Ну, здесь они держали, конечно, вещи. И, наверное, вот почему цветочками их расписали, наверное, все-таки это был сундук, предназначен для невесты. Потому что они уже приданные, с 6-7 лет начинали сами. Сначала бабушки клали туда вещи, потом мамы, потом сами. У них же ведь самое главное – это пиво у Чуаши. Если девочка не умеет пиво варить до 14 лет, ее замуж никто не возьмет. Вот этот вот сундук, он тоже красивый, тяжелый, но он предположительно… Да, мы даже железом обитый, да. Мы даже не знаем, откуда он к нам появился, но предполагаем, что, скорее всего, статарии. Потому что, во-первых, узоры немножко напоминают, во-вторых, нам этот сундук отдали татарская семья. Это же наш поселок, он татарский в основном, и имя татарское. Сундуки, считающиеся прародителями современных шкафов, появились в глубочайшей древности. Но еще в прошлом веке активно использовались быту. Причем были весьма многофункциональными. На них спали дети, в них хранилось приданное, все, что нажито непосильным трудом. Ну и, конечно, сундук был показателем благосостояния. Семья богаче и статуснее, когда у нее более чем один сундук, причем сделанный из дорогого металла и всячески украшенный. Вот на сундуке 19 века картинка с алкоголем в руках радостные мужчины и подпись «Сяду я, задумаюсь, как на свете жить». Барышни украшали внутренности сундука обязательно милыми романтическими картинками, цветами, сердечками и фотографией. Что вот они настолько дорожили этими сундуками, что не могли даже сохранять засушенный лист от какого-нибудь дерева, если он о чем-то напоминал. Есть в музее сундук сугубо мужской, практичный для столярно-слесарных инструментов и прочего хозяйственного добра. Тут уж, конечно, недоукрашательность. Все строго и по делу. Надо сказать, что сейчас в Балахтинском музее 10 сундуков. Для большего количества не хватает просто места. Потому сундуки, как и другие экспонаты, перед тем, как попасть сюда, тщательно отбираются, исходя из степени древности и редкости. Мы очень много раз обращались через газету. И так людям обращались, что правильно, уезжайте, ну уезжайте, вы покидаете наш Балахтинский район. Ну, по разным причинам. Ведь и старое поколение же уходит. Привозите нам то, что вы посчитаете ненужным. Не выбрасывайте на свалку. Потому что некоторые экспонаты к нам появились именно со свалки, чему мы очень рады. Здесь у нас история нашего Балахтинского района. Здесь экспонаты только нашего Балахтинского района. Чужого нет. Поэтому мы храним бережно, причем храним историю нашего любимого района. Наталья Кичина, Анастасия Масленникова, новости ТВК из Балахты. Что делать, если соседи разбили окна на этаже и восстанавливать их не хотят? Разбираемся вместе с экспертом в сфере ЖКХ Натальей Балабиной. Живем в общежитии. Соседи, которые снимают квартиру, разбили все окна на этаже. Сами восстанавливать отказались, а арендодатель не планирует их выселять или возмещать ущерб. Что делать? Первое. Необходимо обратиться в полицию с заявлением, что такие это, такие это товарищи. Зафиксировать это все, написать заявление совместно со своей управляющей компанией. Оценить ущерб, сколько это будет стоить, чтобы застеклить. И затем к собственнику квартиры, тот, кто в аренду сдает, не тем арендаторам, которые арендуют, а тот, кто сдает, то есть к собственнику квартиры, обратиться также с претензией. И затем выйти в суд и взыскать с него эти деньги совместно с полицией. Кто должен ремонтировать наружный отлив балкона? Что такое наружный отлив балкона, давайте разберемся. Это фасадный элемент окна, то есть он предназначен для оттока дождевых вод. Поэтому общим имуществом он не является, потому что он не в подъезде стоит, а на вашем балконе. Поэтому это ваша собственность и обязаны вы ее ремонтировать сами. Это была Наталья Балабина. Напомню, свои вопросы можно задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в Вайбере, в WhatsApp по номеру 8-923-165-45-00. И, конечно, в любых социальных сетях ТВК. Ну, а мы готовы подвести итоги нашего сегодняшнего голосования в прямом эфире. Напомню, мы спрашивали зрителей, как решить проблему с нехваткой мест в школах Красноярска. 20% у нас, напомню, дефицит. И вот голоса проголосовавших распределились следующим образом. 9% – это наименьшее количество – считают, что нужно ремонтировать школы вне учебного процесса. А когда дети учатся, чтобы они там все-таки как-то проходили обучение. И вот примерно поровну 46% считают, что нужно просто строить больше школ. И 45% проголосовавших говорят о том, что нужно уменьшить плотность застройки, чтобы успевали строители в обязательном порядке строить и объекты инфраструктуры. Вот такие у нас результаты. Я напомню, что и в программе «После новостей» мы сегодня школьную тему обсудим, но говорить уже будем про школьное питание. На сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-0065. Вся последняя информация есть на нашем сайте tvknews.ru. Также подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И помните, ТВК – не только ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok